У нас на очереди опять партия Крамника, который предыдущая партия, он еще не был чемпионом мира, он был стал чемпионом мира, выиграл у Каспарова, а эта партия, он был ранее чемпионом играет. Это была партия 2000 года, теперь у нас в 2001 год. До того, в 2001 год Крамник теряет Германия Санана, она, кстати, его последователь, то есть приемник, она, следующий чемпионом мира, он уже сам выиграет потом в Санитский период у Крамника и сайт чемпионом мира, Крамник теряет свое название. Но в этот момент, конечно, он еще серьезно, хоть он выиграл совсем год еще, примерно прошло меньше года, как он выиграл Квартия Чемпиона мира, он, так сказать, на вершине, и Анану пока не страшно. Это 2005 год, а Анану, там будет все время с ним рядом идти, но окончательно надо было с выигрок матча в 2007 году, то есть только через 6 лет. А здесь пока Крамник серьезно, и вот он выиграл, ну не быстро, ну в общем. Изящий партия, D4, D5, C4. Вот это уже феррикогамит, вот то, что ты называл феррикогамитом, вот феррикогамит. То есть черная, я не инфектирую, что она, а вот играет по центру, феррикогамит. Здесь, ну, вот говорю, мне одноклассно, что здесь, это в чем-то разный вариант. Бедополит жертвует пешку. Ну это временная жертва, конечно, потому что на деце, на деце вообще можно взять шашку, идем и забрать, поэтому пешка такая, жертва такая символическая. Но тем не менее, вот раз жертва пешка, как это было, называется феррикогамит, а поскольку, если черный берет, это здесь, то есть феррикогамит. А если не берут, то гаммит, значит, там уже возникают разные, и чистый феррикогамит, и отказовый феррикогамит. У нас два партия, C76, славянская партия и разные другие варианты. В данном случае, в данном случае, значит, о, в данном случае как раз приняты феррикогамит, у нас еще какого не было. Кюрн и победили на С4. Ну, это временная жертва, конечно, сейчас пешка отыкает. Кони в три, Кони в три, Кони в шесть. Ну, это, конечно, самопроцесс, мы подальшим победили на С4, но это не очень логично, потому что тратить феррикогам два хода, чтобы забрать пешку, да еще феррикогам поставить в одной, потому что здесь феррикогамит, потому что здесь феррикогамит, потом будут какие-то пукавые удары. Ну, феррикогамит, конечно, приоритет, и с этим сломаном сразу и фигуру вывести, и пешку отыграть. Поэтому здесь обычный ход Е3. Ну, делать нечего, делать нечего, если группу защищать пешку, то пусть А4 подпадает в центре, очень ее трудно будет. Все равно, да, не дешевле придется отдать. Но при этом будет ослаблен феррикогамит, поэтому здесь черный просто возвращает пешку, заканчивая трансляция, играет Е6, столб Е1С4. Ну и, как обычно, в воздействии... Белая сторона будет в хорошем центре, почти Е4, поэтому надо на нем отвозиться. Стандарт доходится из смеха 5. Сразу черные до рокировки уже нажимают на центр, чтобы побыстрее получить там отрагировку. Ну и белая рокировка, короткая рокировка, 0, 0. Черный играет А7, А6. Поле Б5 надо А7, А6. А7, А6. Поле Б5 надо закрыть. Ну и вообще, в замысле черного участка входит сыграть Б7, Б5, а тогда слона, слона на Б7, Б2С. Так что, пока все будет идти в теории. Ну и здесь белая мама не спешит к сыгрению слона. Ну, они сыграют сразу, слона по 3. Потому что все равно никуда их не дезут. Ход Б7, Б5 будет сыгран. Белая заранее наступили. Последовало СД, ЕД. Стандартный размер в центре. СД, ЕД. Конь развился второй. Конь С6, черный разбил второго коня. Конь С3. Ну, фигуру надо разбивать. А чем надо заканчивать ротерок? Побыстрее края уходить. Поэтому черный забирает силу Е7. Снова ТФ-8 висит. И еще у края висит. Кроварство тоже, но они отставили. Ведь они не давно крировались. А черный еще покорировался. Здесь черная крировая, скачивая торгировка. Они здесь, возле СОН-Ж-5, 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 СОН-САН-Ж-5. Белые просто неублюженные забиваются. И русские грабные ноги. Ну, можно как-то говорить с вами, что это классическая позиция с изолированной пешкой. Такие позиции так называются. Позиция с изолированной пешкой. Или так, жаргоном, шахматистом называют часто просто пешкой изолятором. Она, как вы помните, не слева, не справа, не ее пешек. Потому что она, с одной стороны, слаба. И черная, хорошо обмудирует ее пункт, скажем, на 5. А с другой стороны, она лежит в центр и приспочит прорвется на 4-5 пожертвы с собой. Но в полочке, как будто так, белые. Поэтому это очень стандартные такие позиции для Матишпиля. Для середины шагов на игры. Где, кто лучше играет, кто выигрывает. Кто побеждает, что лучше. То ли изолированная пешка, то ли борьба против изолированной пешки. Это абсолютно такие противостояния, которые никогда заранее, я сказать, очень поздно нам окажутся. Поэтому вот такая позиция. Белый Кравник сыграл в 3-2. Собирается, значит, ладить в центр развивательство. Вот это более даренные ладей. Черные сыграли конь А5. Ну, они что делают? Они хотят прорвать стона. Ну, чтобы порвать вот это порвали 5. Поэтому, ну, стона, как вы знаете, просто жалко давать. Собирается двух столов, тем более еще пешку приходит в войне. Поэтому белый Кравник сыграл. Туда их ходить. Солнце 2 у них, единственный ход наступить. Тем более, этот ход все равно входит в клан. Потому что, в плане диагонали, вот здесь могут возникнуть черные проблемы. Черные сыграли бы СМП-5. Ну, это понятно. Смысл от ухода. Особо они не могли бы СМП-6, чтобы свою установку из техцентра притянуть. При СМП-6, может быть, они обстанавливаются. Ну, это будет захватить. Тут какой-то, это стандартная игра в общих шахтах. Один человек играет на одном фланге, а другой на другом фланге. Здесь белые, конечно, будут нападать на королевскую флангу. У них весь помысл на рунах заправленный. Конь, ферк, в случае выскочить, выскочить. А черные на королевской фланге, у них нечем противостоять. Поэтому им надо либо на пункт Д-5 бороться, либо какую-то игру получать на королевской фланге. За это было бы как-то дело. А белые, в свою очередь, сыграли ферзь Д-4. То есть они подтягивают туда ферзья, и хотят создать атаку. Ферны сыграют ладья А-7. Ладья А-7, ну, защитить, если мы говорим, и на всякий случай, ладья А-7 хорошо. А белые ладья А-8 уязвимы. В частности, если белые, если бы здесь хоть белые, то они бы сразу выигрывают. Они бы как сразу выигрывают. Ну, если сейчас хоть черные, хоть белые, как сразу белые, то они бы сразу выигрываются. Они бы пробить королевное Ф-6, потом... Не хотела слону. Слону на Ф-6, а потом поделить на 4. Все правильно. А потом что? Слону на Ф-4. Все правильно. Слон берет на коня. Дальше можно не ставить. Слон берет, и ферзь Д-4. Напали на ладье. И напали на мат. Правильно? Все. Черные просто остаются без ладьи. Вот. Поэтому... Такая уже образа есть. Поэтому... Вот черных... Ну, они ушли с А-8. Ушли с этого опасного поля А-8. Ну, из-за того, что ладья А-8, все равно с вермолиней, это может пригодиться. А белые ладья А-8 занимают длинные. Пешка себя хорошо защищена. В первую очередь могут пройти период... И, собственно, так сейчас обводят. Вот черные здесь... Как они анализировали, это уже, конечно, с Рав-2, он сказал, этот анализ показал, что черным надо было эту ладью перевести на СССР. Ну, и вот этот ход был лучше. А почему? Потому что они сыграли не с лишним удачем. Они сыграли СССР, в принципе, такой ход входил в их планы. Ну, прежде ладью как-то поставили ладью на СССР. А потом, собственно, в основном их корректировал, не очень это смотрится. Вот надо было вот это играть на СССР. И тогда получила вот примерно равная игра. Это ладья из-за щена, но... Ладья пока не на СССР. Ну, как-то... Поехали в СССР. Это Б4, например, где-то там будет сломка, где-то висеть без руки. Так что... А вот СССР позволило темам начать классический план свой. С чего надо начать? В позиции с заряженной пешкой. Что вам говорят? Часто с заряженной пешкой приносит себя в жертву. Ну, или просто идёт на разверну, но разрушает все это счёты. Поэтому, как он напрашивается? Напрашивается, нужно эту пешку скинуть. Ну, сразу, конечно, если вы играете партию, надо посмотреть, какие последствия. Вы считаете, на несколько кадров появляется. Ну... Как правило, немножко один целый. То есть, он шерплит пешку. Последовало... Что он умеет петь? Белый папирин. И опять пойдём. И еды. Еды. Вот пешка для этого шерплит. Видите? В чём приема ещё неогранной пешки? Что от неё можно избавиться. Причём избавиться с выгодой. Подпелы сейчас избавились с выгодой. Они играют перед А4. Сразу развивают на таху. Но... Оттого, что пожертвует пешку, во-первых, уничтожили слона хорошего полопольного. Кроме того, ещё есть... Видите, пункт ослабленный, наверное. Он наверняка ещё появился. И уже гранят очень неприятности большие. Пожалуйста, почему нельзя было принять перед А4, пойти побить на Ф6, и потом пойти... 45. Как пойти? 45. А Ф6... То есть не грабишь ещё. Просто ещё иногда сыграли, что 0 и 6. Хорошо. А ты возьмёшь пешку на Е5? Нет. Ну а так нет. Ну а так нет. Что же задача сделать? Просто отыграть пешку. Не для этого они жертвуют, чтобы пешку отыгрывать. Если бы... То есть предлагаешь Ферзей стоял. Побить. Так и Ферзей Т. Пешку они отыгрывают. А потом... В Ф6 играли... Берёшь и везём на Д-5. Разметы... Не говоришь о том, что ещё одна мишка высеять. И уже Ферзей не будет. То есть здесь идея в том, чтобы создать мощную атаку. А это... А это просто ради того, чтобы нагреть пешку, тогда их жертвы не надо было. Вот поэтому... Белый сыграет слонов на Д-4. Вот теперь как раз стал в И-6. Воскрай здесь. Вот. И здесь, если А-6, то просто следы слонов в И-6. ЖА-6 и Ферзей Т. Разгромнулся. Белая слонов на Д-2 пешки. Но Белый сыграет С-5. Крайник Владян ...-4. И перед ним ладья может притянуться, допустим, самонатуральный разгон получается. Вот, поэтому А6 тогда, а АЖ6 проигрывает тоже, из-за чего? Из-за входа ладья Е1, и висит жуткую грудь ладья Е7. И потом съедает еще троняя Е6. То есть черная, правда, правда, только это остается. Поэтому они сделали несколько вот АЖ6. Ну, без АЖ6 нужно. АЖ6, как вы сказали, здесь жерда слона очень сильная. А на АЖ5 они пытаются здесь как-то прикрыть своего короля. Ну, здесь все равно просто белый закончили разбить. Ладья Е1, по-прежнему нет пешки, но обе линии белые занимают. Хоть стоит полка, пешка сладенькая. Так что здесь шансов на защиту очень мало. Мало. В чем мы сыграли конь С6? Мы вернули коня в игру. Еще будут И5, держать конь С6. Здесь, как бы, здесь правый взял очень сильный вход в Чарли. Он просто играет Ж2, Ж4. В ходе пришли Ж, а с короля это редко рекомендуется. Это такое осложнение невыгодное. Но в данном случае есть просто конкретная прямая атака. Бить вы не можете из-за того же самого, что можно разматривать. Он берет коня и дам нашу мать. Просто выиграть не может быть. А гранит уже жаркая. Просто белый разрушает конь С6. Черный сыграли конь С6. Белый просто заправил пешку на А5. То есть, 2-4-4-4-4-4-4. Черный, тут... Ну, пока, когда черный, ничего страшного. Потому что пешка всего лишь отыграла. То есть, белая... Белый брюшер, который был... В ходе до 4-5, свой пешк. Они сейчас ее отыграли. Но гранит H5-H6, и опять камень будет... Крепить черный будет вообще... Трудно будет это читать. Черный играет ферзь Б4. Ферзь Б4. Ну, понятно, что они хотят. Они хотят лишь поменять ферзей. Потому что, если ферзей поменять, это атака, притупиться. Вот. Но белые делают в тихий ход, даже хотят шерзь. Менять ферзей, не опасаясь ничего. Почему? Потому что... Ну, черный меняет ферзей, иначе они любят играть вообще разжар. Вот так. Потом ферзь сюда вылезет. Звездой вылезет. Фигуру тут складываю. Вот так. Черный пеший на выборах. Приходит бить на 4-4. Побери на 4-4. Ну, конь побил на 4-4. Конь побил на 4-4. То есть, сейчас все в уровне. Но эта пешка, как раз когда выжертвовали на 5-5. Теперь еще она эта пешка. Она все равно потеряется. Так что все равно дело боится тем, что пешка отыграется, а перевес будет на стороне. А здесь, кстати, какой угроз? Угроза сильная. Сильный угроз владелет и 7. И вторая. Владелет это две фигуры, как вы знаете, две фигуры, намного сильнее владелет. Вот. А в первую очередь еще одна из этих жертвы пешки. Потому что после этой 5-ти вели открылось линей, которое белые и благополучия заняли. Так что здесь сразу все выгоды за германной пешкой в этой парке появились. Здесь черные собирали в войне И-4. Не знаю, что там пытается, надо ли не перекрывать. В войне И-4. На это последовало просто жертвы. А не просто жертвы. И теперь выясняется, что бить наши все друзья. Вот еще очередное преимущество того, что это жертвы пешки, И-4 или И-5. Последует шахта, более 5-ти вложено. В пешку он не стоит, а уже после жертвы черные вы должны были более 5-ти отдать. Теперь нельзя видеть, потому что будет 5-ти в шахт, и потом потерять фигуры просто. Поэтому черные вы должны были собрать ладью и ладьется 8. Теперь, ну, лишнюю пешку. Здесь делали лишнюю пешку. Здесь последовало сломбер Г-7. Хомбер Г-7. Хомбер Г-7. И здесь просто вяжем сири на И-4. Сири на И-4. Сири на И-4. Д-Е. Ладья Г-4. Хомбер Г-6. Вот, собственно, можно подвести итоги. Для этой комбинации можно назвать две размены. Такой, кстати, разменная комбинация, когда белый затевает какие-то размены, но в конечном итоге эти размены не пересеченные. Одна сторона затевает размены, но с другой разменом происходит, выясняется, что у них преимущество. Но здесь просто выяснилось, что не пешки и пешки. Уже и пешка отыгранная, пожертвованная, еще по дороге, но прихватили даже просто лишние пешки. То есть, разменная сеть, которая, например, в отчаянии пошли черные, облегчение не принес. А теперь, ну пешка, это еще, конечно, не победа, и поэтому дисципеды делают еще несколько тонких ходов и сплетают матовую сеть. То есть, короткая техника очень уязвимая, белый, в какой способ сразу его окружается. Ну, после чего черные принесут материальные потери. Последовало, ход белая часть, какой сильный ход, подтянуть логину. Белый протягивает логину черного врага, ну, присущий, да. На шейфу, где-то черные, и здесь, говорят, не будем перешать. А они пока не пройдут. Пока не пройдут. Ну, больше черный, сколько я ладился, пешки. Ну, значит, пятый парк прикрыли. Мой пешки, какой-нибудь француз, значит, вот. По-моему, где-то, может, выделили лисину, да, потом будет пешки. Вот здесь, например, ну, неважно. Сограли С-5 за 4-5. Пятый, это действительно полезно. Да. Бег дает шахта, держа 4 шахта. Куда отступать? На Ф-8, или дать за маты? Сюда, или тогда, на Ф-8, за маты ладьёй. Значит, единственный ход, единственный ход, куда, куда отступать? На А-8, да? Сюда, с двух сторон, или для другой маты. Видите, как не пройдет всякий матовый финал. Единственный, пока А-8. И здесь беды делают еще один новый ход. Это поле пока держится. Они коня приводят на другое поле. Играют коня в 3. Теперь там уже 5-го неприятности. Если ладьёй С-2, например, то ладьёй С-2. Ладьёй С-2. Прыжий конь шахта. Король 6-7. Да нет, я боюсь, что я буду нападить С-2. Лисман совсем удается, чтобы не находиться. Мы здесь черные сыграли конь шеи. Каждый штанин прикрыли. Прикрыли своего короля. Коняк тянули. И пока держится. Но последовало еще большую разменную комбинацию. Получили 5 шахов. Король 6-7. А теперь белый пабельный С-7. Остались очень легче. Завелый пабельный С-7. Король пабельный С-7. Ладьёй Т-6 шахов. Ну, белый пабельный С-7. И это последовало. Не видно, что они шахов назад. Заменялись. И... И... А они такая, так же, как они сказали здесь. И побежали король 7-й. Король 7-й. Но здесь уже, конечно, можно не смотреть на вершнюю кешку. Здесь осталось просто. Вот, например, две пешки. Четырехлорейного качения. Это очень много. Последовало... Черный, просто белый. У меня я одному на него. Надежда 5. Размен. Черный, загородный. Одесса 7. Одесса 7. Одесса 7. А3. Ну, белый пабельный. Белый пабельный. Белый пабельный. Б4. АВ. Одесса 7-й. Шахов. Наверное, просто... На которой белый в 7-й татарик бывает. Одесса 1. Шахов. Одесса 2. Одесса 1. Одесса 5. Белый. Черный, как бы, эту пешку. Белый на 12-й за 4. Потому что две пешки на одном фланге. Это еще не я. У меня неочередная победа. Белый на 12-й за 4. А потом, по-моему, вторая петелька, чтобы прожить людей. А здесь она осталась.